МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У меня было два сына, Боря и Миша. И оба погибли в годы Великой Отечественной войны. Миша в боях за Эстонию, Боря в городе Краснодонье. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 В Молдавии, на родине Бориса Главана, хорошо помнят его, чтут его память. Каждый год в этот день, день рождения Бориса, в селе Главан, в школе имени Главана, где он учился полвека назад. Занятия начинаются с переклички. Беренарь! Презент! Беренарь! Презент! Главан! Борис Главан! Борис Главан, член подпольной организации «Молодая гвардия», героически погиб в 1943 году. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда Борису исполнилось три с половиной года, отец его взял с собой в город Сороке, оставил у своего товарища и сам ушел по своим делам. Боря, никому ничего не сказав, открыл калитку и вышел на улицу. Ну, когда к нему подошли товарищи, которые отправились его искать, и спросили, как тебя зовут, он говорит, я Борис Григорьевич, вы мне не мешайте, я иду искать своего папу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У нас в школе хотят исключить одного мальчика из-за того, что он не внес деньги за проучение. И мы решили помочь ему. Папа, ты сам говорил нам, что сам погибай, а товарища выручай. Вот уже несколько лет учреждена премия Комсомола Молдавии имени Бориса Главана. Десятки школ и училищ, комсомольских бригад и других молодежных коллективов носит его имя. Это бригада Бориса Главана Тираспольской швейной фабрики имени 40-летия ВЛКСМ. А это бригада слесарей-сборщиков завода литейных машин имени Кирова. Наша бригада, бригада коммунистического труда, носит имя славного героя молдавского народа Бориса Главана. Коллектив нашей небольшой бригады, состоящий из семи человек, считает Бориса своим восьмим членом бригады. И ежемесячно выполняет сменные месячные его задания. Заработная плата в размере около 200 рублей перечисляется в фонд мира. Обучаясь в Сорокском ремесленном училище, Боря и Миша избрали одну и ту же специальность – слесаря по металлу. Это ремесло нравилось им и легко давалось. Оба были способны и хорошо учились. По окончании училища Боря хотел продолжить учебу, повысить знания и настоял на том, чтобы мы отпустили его в индустриальный лицей. В те времена профучеба стоила дорого, но настойчивость сына убедили нас в том, что ни деньги, ни времени пропадут даром. Проучился он там три года. И вот я помню, летом 1940 года его приезд на каникулы совпал с освобождением Бессарабии. Была осуществлена его давняя мечта – он был принят в комсомол. Тогда он часто повторял, я счастлив, что мне доверяет и должен стараться как можно лучше выполнять все поручения. Стала реальностью еще одна его мечта – стать учителем. В Бельцах было открыто педучилище, и он был принят сразу на последний третий курс. Вот как вспоминают Бориса Главана и его бывшие соученики по Бельскому педучилищу Анатолий Федорович Игнатенок и Вера Ивановна Тельман. В честь выборов в Верховный Совет СССР и МСССР состоялся общегородской курс. Нас бежал в театре, в группе был Борис Главан. На обратном пути вдруг он стал хромать. И мы узнали о том, что он уже бежать не может. Когда сняли мы его ботинок, оказывается, ботинки будут большую сильность, ботинки уже кровь собралась большая. И мы предложили не участвовать в крови больше, потому что он не согласился. Он не согласился. Он говорит, мы первые уже, нам нужно добежать, чтобы это было честь нашей училища и так далее. Тогда мы его взяли на плечи. И так с Борисом на плечах мы прибежали к Компанцу Мола, то есть и заняли первое место. А вот Борис мечтал, чтобы сдать экзамены на отлично, стать народным учителем и поехать на работу в стелок. Но мечте Бориса Главана не суждено было сбыться. Началась война. По сей день не могу понять, как так, что спустя полчаса, после начала войны, он же стоял у проходной училища с винтовкой. За тысячи километров от Молдавии зеленел шахтерский краснодон. В мирные годы молодежь города жила привычной для всей страны жизнью. Это ученики школы имени Горького. Они учились. Кто получше, а кто и послабее. Увлекались спортом, занимались в драмкружках, дружили. Слева Иван Туркенич. Открывали для себя мир во всей его красоте и новизне. Мир музыки. Мир книг. Делились с сокровенным, с близкими. Это Олег Кашевой с матерью. Играли кто в домино, кто в шахматы. Кому что нравилось. Мечтали. Мечтали о любви. О будущем. Ульяна Громова среди подруг. Ведь жизнь только-только начиналась. И была прекрасна. Девушки кружили парням головы. Слева Люба Шевцова. Сережа, ну давай-ка нашего гопота. Ну и, конечно, веселились. Пели песни, танцевали. Вот крайний слева Сережа Тюлень. Как гордился он своей балалайкой. Да. Балалайка, гитары, баян, учебники. И для этого были созданы руки этих ребят и девчат. Это ведь так естественно. Они тянулись к музыке, счастью, песне. Вот что взяли в руки молодые краснодонцы, когда грянул взрыв. Потому что, как писал в своем сочинении Анатолий Попов. Я люблю свою родину. Весь мир пылает в огне войны. Страшным смерчем проносится она. Небывалая по силе и грандиозная по размерам. От сурового севера до тропической Африки. Сея смерть, разруху, голод и нищету. Люблю ли я свою родину? И готов ли я защищать ее до последней капли крови, как подобает советскому воину? Да, люблю. Да, я люблю свою родину. Свободолюбивую, многонациональную. Советский народ знает цену свободы. Кровью, огромными жертвами, завоеванной в 1917 году. И предпочитает умереть стоя, чем жить на коленях. Такова воля моего народа, и такова моя воля. И когда нужно будет принести себя в жертву родине, я, не задумываясь, отдам свою жизнь. Вот в такой город эвакуировались родители Бориса. Но когда началась война, и Боря, и брат его младший, Миша, они оба добровольцами ушли на фронт. Кроме обязанностей переводчика, Борис был также связистом, помощником начальника разведки. И вскоре ему присвоили звание младшего лейтенанта. Часть, в которой служил Борис, стояла под городом Харьков. Вон там проходили сильные бои, несколько раз попадали они в окружение. Получили приказ, кто как сможет, по два, по три человека пробираться вслед за фронтом и стараться не попасть немцам в плен. И вот Борис тогда вместе с одним товарищем решил идти сначала в Краснодон. Потому что он знал, что мы, уже и я, и муж мой, мы уже были в Краснодоне в то время. В начале сентября я вернулся в оккупированный Краснодон. В этот парк я пришел на встречу с Иваном Земнуховым. Вместе с ним были Георгий Рутюнянц, Володя Осьмухин, мой брат Сергей Левашов и какой-то незнакомый парень в куртке. Иван Земнухов нас представил. Он назвался Борис Главан. Так мы познакомились с Борисом. Вот так выглядел в тот год Борис Главан. А так его товарищ по оружию, член штаба молодой гвардии Василий Левашов, ныне старший преподаватель Ленинградского военно-морского училища. Прочти и передай товарищу. Товарищи краснодонцы, не верьте той лжевой агитации, которую проводят немцы и их холопы. Они хотят вас завербовать для каторжных работ. Впереди вас ждет смерть и голод вдали от своей отчизны. Свою подпольную деятельность мы начинали с выпуска листовок. Это было очень важно. Дело в том, что население оккупированного краснодона было лишено правдивой информации о положении на фронте в нашем советском тылу. Нужно было наладить работу хотя бы одного радиоприемника и слушать последние известия из Москвы. И вот одним из работающих приемников, который принимал такую информацию, был у пермайских ребят налажен Борисом Главаном. Говорит Москва. От Советского информбюро. В течение ночи на ряде участков фронта наши войска, преодолевая сопротивление противника, продолжали продвигаться вперед. Наши войска заняли ряд населенных пунктов, сбито 28 немецких самолетов. Деятельность молодой гвардии приобретала все более боевой характер. С первых дней работы мы установили связь с партийным подпольем во главе с коммунистом Лютиковым. Эта партийная группа организовала саботаж на шахтах Краснодонского района. За время оккупации ни одна шахта не выдала на поверхность ни одной тонны угля. В этом заслуга, конечно, коммунистов, подпольщиков, но в этой рискованной и важной работе принимали участие и наши подпольщики, участники молодой гвардии. Борис Главан был верен своему слову. И, конечно, идти с ним на любое задание, это значит чувствовать надежность того, с кем ты идешь на арестованное дело. Однажды мы устроили засаду и совершили нападение на немецкую автомашину. И вот по команде Туркенича Боря Главан открыл огонь из своего ручного пулемета. Мы также стали стрелять. Мы истребили всех немцев. Мама, ты знаешь, у меня уже такой отряд. Ребята все такие хорошие и храбрые. Стоит только сказать, ребята, за мной все как один пойдут. Выходите, товарищи. Охрана снята. Вы свободны. Наша подпольная деятельность становилась все более активнее, все более боевой. Ничто нас не останавливало. И мы действительно действовали все активнее, все активнее. И, в конце концов, так случилось, что начались аресты. Это было 4 января 1943 года. Рассказывает Лидия Попова, сестра Анатолия. К нам в двери кто-то постучал. И вошел Борис Главан. Они усели за стол, заиграли патефонные пластинки и о чем-то тихо шутались. Лица были очень задумчивыми, печальными. Лица были очень задумчивыми, печальными пластинками и о чем-то тихо шутки и о чем-то тихо шутки. Лица были очень задумчивыми, печальными пластинками и о чем-то тихо шутки и о чем-то тихо шутки. Мама, это дойна. Я бы целый день слушал. Поздно вечером Боря вернулся от Попова, лёг спать. И уже за полночь так вот постучались в двери, сильный стук услышали в двери, ворвались полицейские и немцы и спросили, где здесь Борис Главан. Ну, Боря молча встал, оделся. Один немец ударил меня прикладом винтовки и закричал, чтобы я дала полотенце, связать руки. И когда они увидели, что я не двигаюсь с места, один полицейский увидел на гвозике полотенце, схватил его и связал Борису руки. Боря только усмехнулся и говорит, эх, вы, вас пятеро, все вооруженные, боитесь меня без всякого оружия. Ну, его толкнули к дверям, и он только повернулся и успел нам сказать, что до свидания, дорогие мои. Больше живым Бориса я уже не видела. До свидания, дорогие мои. Прощай, мама. Сестра, прощайте. Ребята, слышите? Крепитесь. Прощайте, мама. Прощайте, папа. Прощай, мой брат. Любимый. Еля. Больше не увидишь ты меня. Жаль, не дождались наши. Прощай. Мама, я сейчас тебя вспомнила. Мама, не плачь. Не смей плакать, мама. До свидания. До свидания. До свидания. Боря был в той же камере, где находился Филипп Петрович Лютиков, где одно время содержался и мой отец, который был арестован, так как не было дома меня. То есть, арестован для того, чтобы от него выведать, где же скрываюсь я. И отец говорил, что эта группа, хотя он Борю в лицо и не знал, эта группа, которая была в этой же камере, держалась очень дружно. Ребята, правда, не знали, что Почепцов, участник их же группы, является провокатором. Их выдал и продолжает выдавать. Но они держались очень стойко, мужественно. Я, Олег Кашевой. Я, Иван Туркенич. Я, Ульяна Громова. Я, Иван Земнухов. Я, Любовь Шевцова. Я, Борис Главан, вступая в ряды молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом своего народа торжественно клянусь. Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем. Хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в молодой гвардии. Я, Кашевой. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть 30 шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть. Клянемся! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!